Я бы в блогеры пошел, пусть меня научат. Завтра в Вишкороле приступит к работе, правда всего на один день, так называемая школа Марийского блогера. А кто такие блогеры и в чем специфика Марийской благосферы и чему их научат за один день? Ответы в нашем следующем сюжете. Благосфера – благосферия розни. И говоря, Марийский блогер, школа Марийского блогера в данном контексте подразумеваем не общность всех тех людей, кто пишет в ЖЖ, Твиттер, Инстаграм и географически принадлежит к Мариел. В данном случае это все те, кто пишет на языке Мари и о Марии. Впервые провести какую-то систематизацию пишущих на родном языке в местном Минкульте попытались в 2012 году в рамках конкурса «Звезды Марнета». В итоге стало понятно, что сайтов на языке Мари не так и много, но они есть. Что же касается той самой Марийской благосферы, то интернет-дневников вообще единицы. Марийская благосфера делает только первые шаги. И очень такие шаги наши пока не уверенные и не устраивают в настоящий момент состояние, в каком находится именно Марийская благосфера. Ну как, в каком смысле не устраивает? Хотелось бы больше активности, чтобы участвовали в написании комментариев, обсуждениях. Такого очень мало. Кстати, на том самом конкурсе Эльвира Куклина практически при отсутствии конкурентов стала победителем в номинации «Лучший авторский блог». И спустя два года по-прежнему не только продолжает вести персональный дневник, но и является основателем и главным редактором этнокультурного интернет-журнала «Арслан». И одна из задач, создаваемой Эльвирой школы марийских блогеров, как раз таки и количественное, и самое главное – качественное увеличение ресурсов, пишущих на языке Мари и о народе Мари. Но главное в этом деле – не переборщить, не забывая, что блогерство сродни искусству, не терпящая суеты и искусственности. Научить много можно человека в жизни вообще, а, конечно, навязывать, когда навязывание, это развивается хуже. Поэтому я надеюсь, сюда придут те, которые именно хотят развиваться в этом направлении и будут развиваться. На самом деле, да, вот я согласна с вами, блог – это тоже творчество, тоже та же фантазия, креатив, то, что вот человек придумывает и хочет преподнести всем людям, показать, рассказать. Работать школа будет всего один день, что, однако, никак не принижает самостоятельную работу до и после семинара. За несколько часов слушателей школы ознакомят с кратким курсом о том, как создавать дневники, как их продвигать и даже зарабатывать на них, каким образом можно разрешать конфликты и споры в блогах. Также запланирован круглый стол с ведущими блогерами. Правда, где ведущими – пока на стадии рассмотрения. Надеемся, что эта школа – это начало всего того, что мы будем дальше развиваться, потому что я считаю, что это интересное направление, интересное современное направление, которое надо развивать и даже в сохранении того же языка культура народа Мари может сыграть огромную роль. Бесспорно, все это хорошо. В деле развития и популяризации марийского языка все средства, в том числе и средства интернета, приемлемы. Однако на одном только живом журнале и просто персональных сайтах зацикливаться не стоит. Хотя бы в силу того, что ЖЖ уже давно не в тренде и популярность его падает. Не стоит забывать про модные нынче Твиттер и Инстаграм, а также пользоваться возможностями Фейсбука и ВКонтакте. Ну и, конечно, главное – это желание того или иного потенциального блогера писать и делиться своими мыслями, ведь без этого научить ничему невозможно. В любом случае, школа, пусть и работой всего в один день, лишней никак не будет. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова